Друзья, привет! Мы находимся в Москве и сегодня прогуляемся по самому длинному в Москве парку, парку Яуза. Посмотрим, как его украсили. Раньше здесь вообще ничего не украшали, а сейчас я уже вижу, что в этом году новые украшения добавились. Украсили все столбы прекрасными гирляндами. Предлагаю прогуляться и полюбоваться, посмотреть, что же там дальше. Парк Яуза – самый протяженный парк в Европе. Мы находимся в самом начале, возле метро «Ботанический сад». Здесь блестит и переливается множество гирлянд, установлены бесплатные туалеты, а дорожки усыпаны песком. Раньше здесь было очень скользко, но недавно все изменилось и гулять стало удобно. А еще в нескольких местах были установлены спортивные тренажеры. Парк с годами все время развивается, и когда-то здесь не было ничего, а сейчас уже есть площадка, на которую люди приходят круглый год, занимаются. Это совершенно бесплатно. А рядом, буквально в нескольких метрах, находится каток, где можно совершенно за приемлемую цену покататься. А точнее, кататься можно бесплатно. Вход свободный, заранее записываться на катание не надо. А вот если захочется взять в прокат коньки, это будет стоить небольших денег. 300 рублей за 2 часа проката, согласитесь, это приемлемая цена. Можно воспользоваться помощью фигуриста за 300 рублей в час, либо записаться на бесплатную тренировку на коньках. Кататься научат всех желающих. Посетив каток, мы отправились гулять вдоль прудов. Недавно их почистили и привели в порядок, установили камеры слежения, и теперь можно безопасно гулять. Этот парк – часть некогда богатой усадьбы Свиблова. Раньше здесь был круглый канал с насыпным островом посередине. В центре острова стояла ротонда. Современная ротонда называется «Храм воздуха». Рядом установлены новогодние светящиеся олени, а чуть дальше – большой светящийся шар с прекрасным зимним деревом посередине. Прикольная инсталляция в виде такого светящегося шарика со снежным как будто бы деревом в гирляндах. Но здесь так капает, что пока мы снимали это дерево, я вся промокла. Пойдемте отсюда. Предлагаю пойти к елочке. Возле нее дети резвятся, катаются на санках и даже лепят смешных снеговиков. Тут по всему парку такие деревянные мостики расположены. И летом у тебя ощущение, что ты где-то в зарослях находишься, как будто бы не в Москве. А зимой, особенно вечером, такое ощущение какой-то зимней сказки, снежочек, река Яуза, которая не замерзает из-за течения. И все такое беленькое, красивенькое деревья. И вот идешь по этим бесконечным мостикам, как действительно волшебные сказки. Территория парка Яуза является особо охраняемой. В пойме одноименной реки растут краснокнижные растения. Для того, чтобы их не вытаптывали, площадку для отдыха специально приподняли над землей. Во время прогулки нам встречались небольшие ларечки, где можно что-нибудь выпить и перекусить. Мы с Димой взяли пару стаканов кофе, согрелись и отправились дальше. Недалеко от Юрловского проезда мы увидели еще одну елку. Она была уже более высокой и нарядной. На ней висели огромные красные и желтые шары размером с мою голову. А рядом находился еще один бесплатный каток. Он был еще больше по размеру. Цены на прокат коньков точно такие же, как и в Свибловском катке. Мы пошли дальше и оказались возле старинной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в начале 17 века. Это один из последних одношатровых храмов. Раньше здесь была усадьба, которой владели пожарские Голицыны и Нарышкины. Постепенно удаляясь вглубь парка, мы увидели, что пейзаж так или иначе повторяется. Снова мы натыкались на кофейни, бесплатные катки были один другого краша, а рядом стояли нарядные елочки. Этот парк продолжается практически до МКАДа, но вот мы догуляли до метро Бабушкинское. Находимся недалеко. Здесь такие тоже красивые аллейки с фонариками. Дальше мы не пойдем, потому что усилился дождь, уже начался такой настоящий ливень. У нас зима и идет ливень. Это, конечно, что-то невероятное. Друзья, какие выводы? Наверное, за украшениями сюда действительно ехать не стоит, потому что не та концентрация, как в центре. Но и странно ехать именно сюда, смотреть новогодние какие-то украшательства. Но гулять мы здесь любим. Парк длинный и можно действительно неспешно прогуливаться. Здесь очень классно, приятно. Он такой вот тянется вдоль прям нескольких станций метро. Поэтому приезжайте обязательно сюда, гуляйте. Здесь прикольно. И бесплатные катки, и вся эта красота. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...